Здравствуйте! Здравствуйте, Ян. Давно у вас не были в гостях. Я знаю, что вы недавно вернулись из Норильска. Как Норильск? Вы знаете, Норильск произвел на меня неизгладимое впечатление, прежде всего, потому что публика в Норильске невероятная. Красноярская публика меня удивила с самого начала, безусловно, это очень интересный публика, очень сосуществующая вместе с тем, что происходит на сцене, очень отвечающая. Но то, что происходит в Норильске, это, конечно, уникально, потому что, во-первых, абсолютно переполненные залы, во-вторых, действительно, та жажда информации, в данном случае музыкальной информации, которая есть в Норильске, она, мне кажется, не существует ни на одной точке нашей планеты. Это самая северная территория, на которой я когда-либо выступал, должен сказать. И вообще норильчане на меня произвели неизгладимое впечатление, все, начиная от тех людей, которых я встретил в аэропорту и кончая, конечно, нашими слушателями в концертных залах. Что представили? Чем удивили норильскую публику? Ну, во-первых, мы привезли туда программу с Денисом Мацуевым. Причем это была как уже, возможно, известная, известная вариация на тему погонения Рахманинова. Так и очень редко исполняемое произведение. Это бурлеска Рихарда Штрауса. Сложнейшее произведение, которое Денис с нами играл. А вот не было опасения, что вы везете, скажем так, в место, которое еще, на самом деле, ну, во-первых, не избаловано симфонической музыкой? Во-вторых, скажем так, пока еще не сильно знакомо и оркестру. Вот такие какие-то сложные произведения не легче было? Чаще всего-то, знаете, популярного, чтобы захватить аудиторию сразу. Вы знаете, дело в том, что из моего опыта публику скорее нужно поднимать до того уровня, о котором мечтаешь, чем играть для публики что-то, что она уже знает, к примеру. Конечно, есть различные способы заманивания публики в зал, но в данном случае, зная, что билеты на этот концерт были раскуплены в течение трех с половиной часов, естественно, когда мы составляли программу, мы уже об этом знали. Я решил, мы решили с Денисом, что нужно играть ту программу, которую нам хотелось бы представить слушателям. Вместе с большими культурными событиями, которые происходили здесь, в Красноярском крае, и не только здесь, так получилось, что и оркестр тоже в этих событиях принимал самое активное участие. Ну, давайте возьмем 85-летие Красноярского края. Большой концерт, который был проведен в Москве, и вот туда как раз были привезены два коллектива. Это наш традиционный ансамбль танца Сибири, это визитная карточка Красноярского края, мы здесь не поспорим. Но вторым коллективом это симфонический оркестр. Вы знаете, ну это та роль, к которой мы стремились все это время. Мне действительно кажется, что это ключевой оркестр края, огромного края. Каждый раз, когда я задумываюсь о территории этого края, и вот моя поездка в Норильск это только доказало, это же невероятно огромная территория, больше Европы. Поэтому быть оркестром, главным оркестром такой территории и вообще Красноярского края, это почетно, это очень почетно и обязывает. Вырасти так, как вырос этот коллектив за вот последний год, нужно действительно постараться и нужно действительно отдавать этому все. У нас есть команда сейчас, в которой мы можем строить планы, можем работать. Это очень важно. Вот о планах мы сейчас еще к этому вернемся. Но я еще об одном большом событии хочу сказать, это фестиваль Хворостовского, где оркестр тоже принимал самое активное участие. Как вы оцениваете уровень фестиваля? Событие произошло не только в Красноярске впервые, это произошло на планете впервые. Это первый фестиваль Хворостовского. Дело в том, что фестиваль был построен изначально очень, ну, другого слова не подобрать, очень умно, очень взвешенно. В каком плане? В том плане, что, во-первых, личность Хворостовского, она невероятно разносторонняя. И сразу дала эта личность Хворостовского, дала нам объем возможностей. Потому что ведь Хворостовский не только выступал на сцене «Метрополитен» в ведущих ролях традиционных классических опер. Хворостовский же прославился еще и песнями военных лет. Романс. Романсами, да. И вообще его актерская работа, его актерские работы, как на концертах, на концертных площадках, так и в опере. Вот объем личности Хворостовского сразу дал нам возможность сделать фестиваль, охватить этим фестивалем очень большую, емкую территорию искусств. Мне кажется, что и художественный руководитель фестиваля Антон Левахин, который, безусловно, в кратчайшие сроки действительно сделал немыслимое. Он выстроил репертуар этого фестиваля. Каждый концерт был другим. Каждый концерт был по-новому интересен. Это и «Реквием Верди», которым мы открылись, и, безусловно, опера Рахманинова. Одна из редчайших исполняемых оперы Рахманинова «Скупой рыцарь», к примеру. Ну вот я хочу сказать, вот вы сказали такую фразу «Впервые на планете» – «Международное признание фестиваль получил?» Вы знаете, «Международное признание фестиваль получил» у меня есть доказательства тому, как вырезки из газет, допустим, которые вышли в Соединенных Штатах, так и невероятные события в истории нашего оркестра, пожалуй, что в истории, наверное, Красноярского края. 28 декабря будет трансляция нашего открытия «Реквиема Верди» на «Медичи ТВ». Это главный канал культуры мирового значения, это главный канал музыки, классической музыки. То есть то, что мы в этот канал попали – это уже чудо. А то, что этот канал выбрал нас как одним из главных событий декабря – прямо перед Новым годом. Это чудо вдвойне. Так что для нас это невероятно, это почетно, это план, который мы уже не можем уронить, и надеемся, что мы будем появляться на этом канале постоянно. Это, безусловно, заслуга абсолютно всей команды. И то, как было подобрано не только репертуар, не только сделаны концерты, не только приглашен был интереснейший, известнейший музыкант, пианист и дирижер Юджин Кон, который дирижировал оркестром два концерта с замечательными солистами. Не только выбранные камерные концерты – это Хуан Диога Флорес на сцене Большого зала исполнил огромного объема программу. К примеру, это Георгию, которая приехала, и многие молодые солисты. Удивительного совершенно качества, как они были подобраны, и как оказалось так, что они были свободны в это время. Это же все совпадения. Это совпадения получились не случайными. Они получились не случайно, да. Но то, что получилось, получилось на плечах того, что было уже сделано. Вы знаете, мне все-таки кажется, что без опыта универсиады, которым, вот я, честно говоря, подпитываюсь этим опытом, я все время смотрю, как работали с молодежью во время универсиады, и как вообще жил город, и взаимоотношения между зрителями и спортсменами. Мы продолжаем это все изучать. Я продолжаю это все изучать, потому что для нас это очень полезно. Это наше общение с публикой. Теперь перейдем к общению с публикой. Понятно, что в этом году огромное количество событий, о которых мы только что упомянули. Все остальные проекты как-то оказались замороженными. Например, был прекрасный проект, связанный с городами мира, музыкальными. Культурные столицы мира. Культурные столицы мира. Этот проект почему-то оказался на задворках. Подарки, безусловно, вернутся. Может быть, не сразу же в форме культурных столиц мира. Мы начали программу вместе с Юлианом Макаровым, ведущим телеканала «Культура», где мы рассказываем о композиторах. Идет такое погружение в композиторов. Последнее такое погружение было связано с именем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. По-моему, еще был Рахманин. Был Рахманин. Да, сначала, потом Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вот в следующем сезоне у нас будет Прокофьев. Это такие образовательные, по сути дела, получаются программы. Это образовательные, это вот, как я говорю, с моей точки зрения, погружение. Потому что слушатели и слушают, безусловно, шедевры, написанные этими композиторами. Но с помощью Юлиана Макарова мы можем войти в психологию композиторов. То есть показать его еще как личность. Показать его как личность, показать его как личность творца. А остальные проекты? Остальные проекты тоже, многие из них вернутся. Дело в том, что не только фестиваль Хворостовского замечательный у нас случился. У нас уже два года проходил фестиваль «Колокола». Причем этот фестиваль уникальный, тоже под художественным руководством Антона Левахина. Фестиваль уникальный прежде всего своей духовностью, своей связью, наверное, будем говорить, и с Красноярском как таковым. Потому что это происходит на берегу Енисея перед замечательным, уникальным архитектурным комплексом. Я уже иначе не могу это назвать как монастырь Свято-Успенский. Свято-Успенский. Это фестиваль, который позволяет нам посмотреть на музыку под другим углом. И мы, соответственно, выбираем и программу, несмотря на некоторую непредсказуемость погоды, конечно, особенно когда мы говорим... Ну, никогда оркестр это не пукало. Оркестр вообще уже настолько смел, и молодцы умницы-оркестранты, настолько привык работать в любых условиях и под ярким солнцем, и в снег, и в дождь. Смотрите, все-таки мы с вами накануне новогодних праздников. И традиционный подарок всем красноярцам оркестра – это концерт, который проходит 31 декабря. Бедные музыканты, они всегда опаздывают в новогоднем истолу, как я понимаю. Но, тем не менее, это вот подарок, который красноярцы ценят уже несколько лет, это происходит. Чем вы удивите в этом году? Чего ждать любителям музыки? Ну, всех карт не хочется раскрывать. Единственное, что я могу сказать, что в этом году это будет комбинация такого немножко венского подхода к Новому году. Мы, безусловно, исполним для наших слушателей шедевры венской классики. И тех произведений, которые мы выбрали, я выбрал для того, чтобы действительно удивить. Будем говорить так, что в этом концерте будут использоваться инструменты, которые красноярцы либо еще никогда не видели, либо видели очень-очень редко. Так что будет несколько произведений. Ну, например, один. Один, но только вам эксклюзивно. Да. У нас будет, пожалуй, лучшая исполнительница России на терминвоксе. Это вот такой современный инструмент с космическим звуком. Но, как ни странно, мы будем исполнять как классический репертуар, так и репертуар, специально написанный для этого инструмента. Дело в том, что я не случайно выбрал этот инструмент. Этот инструмент был изобретен в 1920 году. То есть мы подходим к столетию. Мы таким образом отпразднуем столетие изобретения терминвокса. Но я не мог это столетие не отметить. Не отметить. Да. Хорошо. Я понимаю, что все остальные секреты вы хотите сохранить. Я думаю, что это просто будет сюрпризом и подарком для красноярцев. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, творческих успехов в наступающем 2020 году. И надеюсь, что оркестр нас еще неоднократно удивит, как он привык это делать на протяжении последних нескольких лет. Спасибо вам за интервью. Спасибо огромное. Спасибо, Ян. Владимир Ланды, художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. С наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова